В течение всего дня 20 января в районе шли осадки в виде ледяного дождя, которые за ночь привели к обледенению дорог, деревьев и линий электроснабжения. В связи с резким ухудшением погодных условий на территории Славянского городского, Коржевского, Анастасиевского, Маевского, Протокского, Прикубанского, Рисового сельских поселений было введено чрезвычайное положение. Дежурство по району было организовано с вечера 20 января. Нашла расчистка дорог и осуществлялся контроль за ситуацией. С пяти утра начались массовые обрывы проводов в результате падения обледеневших деревьев. Без электричества осталось около 30 тысяч жителей района. Практически в таком же положении оказалось еще четыре муниципалитета Кубани и город Краснодар. Губернатор Александр Ткачев дал указание в каждом районе принять все меры по борьбе с последствиями стихии. Уже в шесть утра в районной администрации был собран штаб по ликвидации ЧАЭС при главе Романе Синеговском. Решено было все силы направить на расчистку дорог и восстановление электроснабжения, прежде всего на высоковольтных линиях. Именно от них питаются городские котельные. На утро, когда мы собрали комиссию по чрезвычайным ситуациям, в шесть утра, значит, 8 фидеров по городу Славянску на Кубани оборвано, 8 линий 10 кВ, 22 фидера в целом по району, тоже по 10 кВ, плюс множество линий 0,4. Соответственно, деревья повальные, которые сегодня есть. И в результате этой чрезвычайной ситуации без электроэнергии оказались прежде всего социальные объекты, городской водоканал. Ну и продолжаем работать в режиме чрезвычайной ситуации. Контролируем ежечасно состояние дел. Но я думаю, что сегодня-завтра мы эту чрезвычайную ситуацию ликвидируем. В школах и дошкольных образовательных учреждениях были отменены занятия. Центральная районная больница принимает пациентов в штатном режиме. Ее энергоснабжение не нарушено. На устранение последствий ледяного дождя брошены все силы. Специалисты жилищно-коммунального хозяйства, дорожники, энергетики, газовики, спасатели работают в круглосуточном режиме. Мы уже где-то с пяти утра на ногах. Можно работать, но аккуратно, посмотреть, что на тебя не упало ничего. В общем, посмотреть по сторонам. Но работать надо, нужно людям ходить, нужно освобождать им территорию. На улице Славянска на Кубани расчищать последствия стихии вышли сотрудники районной администрации. Среди них с коллегами с утра начал работать Виталий Сазонов. Ну, действительно, ситуация как бы не самая приятная, вот, чрезвычайная. Ну, как видите, все кинулись, не остались равнодушными, все кинулись помогать, спасать наш город. Вот. Ну, думаю, общими силами мы обязательно справимся. Кроме городских и районных служб, бороться с последствиями природного катаклизма вышли и жители нашего города. Мы всегда около каждого дома своего, вот такая вот, если у вас стихи или что-то, всегда прочищали дорожки. Вот мой двор, сосед выходит, мы все. И мы ходили, не спотыкались, не падали, ничего. Сколько можно было, я все-то лопаты убрала. А я думаю, что если каждый уберет, то и травм будет меньше. Город разделен по двум зонам Северного и Южного округа. На каждом из них работают бригады МЧС, 12 бригад электриков НЭСК, Электросети и Кубанинерго, бригады городского ОСЦ, округов – сборные бригады сотрудников администрации. На улицах задействовано 40 единиц техники. В некоторых местах деревья обломили крыши зданий, проломили дыры, появились утечки. Очень много пострадало деревьев в парках и скверах, на улице Красной, Старые Платаны. Вы это видите. Организованы с наступлением светлого времени, ночью работать было невозможно. Мы организовали спиливание обломившихся веток, уборку территории. Вся администрация вышла на помощь. Все сейчас занимаются стаскиванием веток к местам загрузки, погрузки и вывозом их на свалку. Работа будет продолжаться до тех пор, пока не закончатся объемы задач. Работы, конечно, службам, округов северного и южного добавилось. Мы видели, там распилка занимается, очищает, стоят и трактора с тележками. Ну и света нет, естественно, провода оборваны и по Адельску мы видели. Только по городу зафиксировано 687 обрывов линий электропередач. На сегодня удалось восстановить водоснабжение. Городской водозабор запитан от дизельной электростанции. Без тепла остаются 35 тысяч человек, в том числе 13 школ и 16 детских садов. 14 школ в районе проводят занятия по расписанию. Работают 12 детских садов и два учреждения доп. образования. Уже частично восстановлено энергоснабжение станицы Анастасиевской, хутора Барониковского, Прикубанского, поселка Совхозного, центральной усадьбы сад-гиганта города Славянска-на-Кубани. Однако опасность обледенения линий электропередач остается. В ближайшие сутки синоптики прогнозируют выпадение осадков в виде дождя. Температура воздуха 0,5 градусов. К выходным ожидается понижение. Столбики термометров опустятся до отметки в минус 10 градусов. Так что ситуация в ближайшие дни останется напряженной. Убедительная просьба к жителям, руководителям учреждений, объектов торговли, соблюдая технику безопасности, проявить активность при расчистке прилегающей территории. Это будет очень важный вклад каждого в дело борьбы с последствиями чрезвычайной ситуации. Рузанна Ефремян, Михаил Варгулев, Георгий Калинин. Спецвыпуск программы «События».